Здравствуйте! В эфире передача «Наш город» в студии Константин Перевозчиков. Сегодня расскажем о том, как развивались события, что они нам сулят и, конечно же, чем запомнилась эта неделя. В отличие от прошлой, эта неделя была короткой, но отнюдь не скучной. Даже наоборот. Освобожденные от своих рабочих обязанностей саровчане наконец-то смогли заняться тем, что им по-настоящему нравится. Да и начало дачного сезона в самом разгаре. Впрочем, начнем мы с другого. В конце прошлой недели в Сарове произошло событие, которое мы никак не можем проигнорировать, и поэтому в порядке исключения расскажем о нем сегодня. Я, конечно же, говорю о публичных слушаниях, которые были посвящены застройке восточных территорий. Такого скопления людей в Домском зале заседаний я не видел уже очень давно. На протяжении трех часов сотрудники администрации, представители проектировщиков и, конечно же, обеспокоенные горожане пытались прийти к единому мнению относительно того, как должны выглядеть новые микрорайоны 1А и 1Б, и стоит ли их вообще застраивать. О том, что из этого получилось, расскажем в следующем сюжете. В своем материале мы пытались представить все точки зрения, которые прозвучали тем вечером. От 500 до 600 тысяч квадратных метров жилья для 14-15 тысяч человек возвести на площади 110 гектаров. Таков план застройки восточных территорий. Об особенностях района, о геодезии и истории генплана города. Чуть позже о самоштабности нового проекта застройки человеку, прогрессивной схеме транспортного обслуживания и соответствии требованиям умного города. Вступительная часть общественных обсуждений микрорайонов 1А и 1Б затянулась почти на два часа. Люди, пришедшие поговорить о своих переживаниях, связанных с новой застройкой, теряли терпение и высказывали недовольство. Вы пришли сюда нам заслушать проект планирования. После того, как он отработает свои деньги, я грубо скажу, вы можете задать свои вопросы. Администрация всячески препятствовала высказыванию мнения жителей и как-то проталкивала вот эти длинные доклады, которые ни уму, ни сердцу и не не несли практически никакой информации. Все кричали регламент, регламент, а лично я не голосовал за такой регламент, когда одни выступают по 40 минут, а другим только 3-5. Изначально слушания планировались как обсуждение планировки района и вопрос строить в восточном направлении или нет не стоял. Но пришедшие были настроены иначе. Многие категорически не приняли саму идею о застройке. В докладах у всех звучала ссылка на генплан. Основной действительно документ. Я был депутатом городской думы в 80-е годы в пяти зазывах. Неоднократно рассматривались генпланы. И я очень помню хорошо, как проектировщики Ленинграда говорили, о том, что в восточном направлении развития города не должно быть. В итоге во время обсуждения зал разделился на два лагеря. Тех, кто за строительство и тех, кто против. Главный аргумент первых. В городе негде строить. А новые микрорайоны могут дать возможность реализовать мечту многих горожан о доступных квадратных метрах. Строить нам просто негде. Ни объектов жилья, ни объектов социальных никаких. Мы не можем строить жилье эконом-классу. Мы не можем строить жилье негде. Негде. Известно, что в городе существует нереализованное жилье. Почему только сейчас возник вопрос строить социально доступное жилье? Мы что, раньше не заводили молодых специалистов, которые в этом нуждались? Только с созданием этого микрорайона можно это делать? Вопрос. Предлагая проект, городская власть не желает рассматривать альтернативы. Проблема высокой стоимости жилья в Сарове есть, ее необходимо решать. Средняя цена, сложившаяся в городе Саров, около 69 тысяч рублей за квадратный метр. Ведь даже имея, в общем-то, немаленькую зарплату в ядерном центре и учитывая существующее сегодня процентное снижение ставки, тем не менее, покупка квартиры для молодого человека в городе Сарове сегодня практически, но достаточно тяжела, а иногда и невозможна. Строить надо банально потому, что предложения по первичному жилью нет сейчас в городе. По оценнику, ниже 6 миллионов их просто нет. К вопросу о дешевизне жилья. Кто просчитывал стоимость противокарстовых работ? Кто просчитывал? У вас это жилье не будет дешевым? Ни в коем случае. Оно будет дорогим. Тема закарстованности района звучала снова и снова. Горожане требовали гарантий, что все необходимые изыскания проведены, и новый район вместе с окрестностями не уйдет под землю. Изыскания были проведены в полном объеме, включая карстовые. Результаты изыскания находятся в МОКСе Тадабукс официально заказчик. В любое время вы можете прийти и ознакомиться. Вот серьезного анализа по карсту не услышали. То, что нам показали вот этот слайд с карстопасным районом, я на него вот свой даю, свою карту даю. Где четко совершенно видно, что восточная часть вот этого микрорайона заходит в особо опасную карстовую зону. Это карта из Волгогеологии, где люди занимаются карстом очень профессионально. В случае разрушения домов, Силкина 46 и прочее, кто конкретно и как будет возмещать учение? Все угры, администрация будет отвечать. Еще один аргумент противников освоения восточных территорий – наложение границ застройки и границ памятника природы, ближняя и дальняя пустынка. Граница особо охраняемой территории памятника природы проходит по границе территории разработки проекта. И не пересекаются, они не накладываются друг на друга. Территории, которые вы собираетесь осваивать, входят в зону влияния памятника природы, ближняя и дальняя пустынка. В загоне Нижегородской области черным по белому написано, что любые миллиардивные работы в радиусе двух километров от границ памятника природы запрещены. Покажите эти границы. Вы что, отменили этот закон? А еще реликтовый лес или лес Серафима Саровского, по мнению горожан, новая стройка грозит ему полным уничтожением. Во всем мире проводится кампания по сохранению леса, поскольку за последние годы лесная растительность уменьшилась в два раза. Эту программу одобрил президент, а вы идете против программы, которую провозгласил президент. Сколько гектар вы хотите снести? Все свои опасения с просьбой пересмотреть планы по освоению восточных территорий горожане представили в администрацию в письменном виде. Рабочая группа общественной палатры смотрела данный вопрос, изучила документы, пришла к выводу, что решение городской администрации о застройке данной территории ошибочно. Сегодня, передавая документы в администрацию, я хочу сказать, что собрали почти 900 подписей. За время обсуждений прозвучало множество различных аргументов, как в пользу строительства, так и против него. И какая сторона права, сегодня сказать весьма сложно. Финальную точку в этом споре поставит время, которое и покажет, даст ли новая застройка дешевые квадратные метры, насколько качественной она будет, удастся ли сохранить реликтовый лес внутри микрорайонов и получится ли избежать карстовых провалов. И важно понимать, что ответственность за итоговое решение, строить на Восток или нет, в равной степени ляжет и на тех, кто активно выступал на публичных слушаниях. То, что налицо такая гражданская мобилизация, я могу оценить это только положительно. Встает ряд вопросов. Первый вопрос по характеру обсуждения. Смотрите, прежде всего, конечно, и городским властям, и депутатам на заметку. Значительная часть собравшихся, посмотрите, какой глубочайший уровень недоверия любому слову городских властей. Есть такая вещь, как критическое мышление. Поэтому, когда вы сегодня слушаете, что сегодня рассказывает администрация, не верьте ей. Не верьте администрации и обязательно, взяв небольшую паузу, дойдите, посмотрите все документы сами. Пообщайтесь со специалистами, прижмите их там к углу, выделите, заставьте их выделить для вас время и потребуйте показать все нормативные документы, на которые они сегодня ссылаются. Потому что ссылаются, они сегодня там даже не показывают бумагу. С другой стороны, мы видим, что есть ряд выступающих, которые проговаривают определенные тезисы с бумажки, тоже как бы немножко в другую сторону. Если что-то вам не ложится на душу и вызывает отторжение, не верьте этому, проверьте. Если что-то вам нравится и ложится на душу, и кажется, что это полностью совпадает с вашим мировым ощущением, не верьте вдвойне. Еще раз проверьте. Полную информацию об итогах публичных слушаний обещают разместить на официальном сайте администрации Сарова в разделе градостроительства 16 мая. Слава Богу, что слушания состоялись и теперь никто не скажет, что все на этих слушаниях были за застройку восточных территорий, за движение на восток, за уничтожение серафимовского леса. Нет, такого теперь никто и никогда не скажет. И мы спасем лес. Компания «Саров Инвест» предлагает квартиры в готовом 14-этажном доме по проспекту Музруково. Стоимостью от 52 тысяч рублей за метр. Лучшее расположение среди новостроек города. Подробности в офисе продаж в торговом центре «Атом», 5-й этаж. Телефон 671-17. А теперь о радостном. Парк культуры и отдыха имени Зернова вновь наполнился детским смехом. К майским праздникам там торжественно открылся новый летний сезон и, конечно же, аттракционы. Ведущие подготовили для горожан интерактивные программы, игровые площадки и массу других развлечений для людей самого разного возраста, буквально от мала до велика. Если вы до сих пор считаете, что городской парк – это место исключительно для мам с детьми, следующий сюжет для вас. В парк Рита Соломонова пришла вместе с мамой. Открытие летнего сезона девочка ждала с нетерпением. Для нее провести выходные на свежем воздухе гораздо лучше, чем сидеть дома у компьютера. В парке девочка учится кататься на роликах, читает книжки и принимает участие в интерактивных программах. Мы сюда с мамой часто приходим, и нам очень нравится проводить в этом парке очень много времени. И здесь очень весело проходят, интересные интерактивные игры, очень много развлечений для ребенка. Просто ходим в парк, чтобы отдохнуть душой и телом, повеселиться. По традиции администрация парка подготовила для маленьких гостей интересную развлекательную программу. Ребята могли выучить новые анимационные танцы, проверить свою эрудицию, разгадать загадки, а также принять участие в беспроигрышной лотерее. В первую очередь парк является местом притяжения детского населения нашего замечательного города. Именно их мы сегодня и встречали этими интерактивными программами. Ну и, конечно, какой парк без аттракционов. Полетать на вертолетах, освежиться на ветерке, покружиться на ракушке и прокатиться на водных каруселях. Все 14 аттракционов уже готовы принимать гостей. Как утверждают сотрудники парка, сезон 2018 будет насыщенным на события. Уже сегодня здесь готовятся к празднованию 9 мая. И в этом году горожан ждут новые творческие мастерские, выставки и концертная программа. Начало праздника в 14 часов. Ирина Вашегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Саровчане привыкли гордиться своим городом, рассуждать о его особом статусе, говорить о ядерном щите, который гарантирует безопасность всей страны, вспоминать батюшку Серафима, который выбрал для своего подвига именно наши места. Это, конечно же, правда. И мы имеем все основания для того, чтобы испытывать гордость за свою малую родину. Только иногда это высокое чувство не мешает подкреплять делами. Например, помочь сделать свой город чуть более красивым и ухоженным. К счастью, людей неравнодушных, которые готовы пожертвовать своим свободным временем ради благой цели, по-прежнему хватает. Ярким доказательством чего стал общегородской субботник, завершившийся на этой неделе. По традиции, на очистку города вышли работники муниципальных предприятий, ядерного центра, Саровской дивизии, войск национальной гвардии, пожарные части, школьники, студенты и активные горожане. Снег растаял, и кроме подснежников первоцветов, взор у горожан открылись завалы мусора. Пластиковые стеклянные бутылки, полиэтиленовые пакеты и даже мебель. И чтобы привести родной город в порядок, саровчане принимают активное участие в традиционном субботнике. Участвуют вообще в субботнике где-то порядка, мы так посчитали, 10 тысяч. Это внефовские сотрудники, это сотрудники разных муниципальных учреждений, предприятий, это школы, детские сады. Сотрудники городской думы и администрации в рамках общегородского субботника убирают мусор в березовой роще на улице Раменской. Мы берем, честно говоря, самый загрязненный участок. Это место очень любимое горожанами, живущим в этом микрорайоне, он достаточно высоконаселенный, поэтому мы берем вот этот участок. К тому же через рощицу проходит дорога к реке Сатис и садоводческому обществу Кремешки. И пока первая травка не скрыла мусор, его нужно убрать. Но главное помнить, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Весна – это, пожалуй, самое долгожданное время года. И в предвкушении тепла и праздников мы часто забываем, насколько коварным может быть этот сезон. Совсем недавно спасатели предупреждали об угрозе паводка, который, к счастью, обошелся без эксцессов. И вот теперь новая угроза. Как говорится, из огня до вполыми. Только в нашем случае наоборот. Не так давно в Нижегородской области ввели особый противопожарный режим. До его отмены гражданам запрещается разводить костры, использовать мангалы и другие приспособления для приготовления пищи в лесах и прилегающих к ним земельных участках. В случае поимки нарушителям грозят штрафы, вплоть до шестизначных. Теплая и солнечная погода за окном – отличный повод выбраться на природу. Начинается сезон пикников по традиции в майские праздники. Стройными рядами граждане отправляются в лесные массивы и на дачные участки. Но приятное времяпрепровождение на свежем воздухе может иметь печальные последствия. Любимая традиция приготовления пищи на костре в лесу может стать причиной пожара. Будут организованы патрули совместно с администрацией, департаментом городского хозяйства, совместно с сотрудниками полиции и также с сотрудниками Федеральной противопожарной службы. В случае выявления лиц, которые допускают нарушения и разводят костры на территории лесных массивов, данные лица будут привлекаться к административной ответственности. Введение особого пожароопасного режима подразумевает запрет на использование мангала. Полный запрет на посещение лесов наступит, если спасатели установят четвертый и пятый класс пожароопасности. Несмотря на то, что до знойных засушливых летних дней еще далеко, пожарные не рекомендуют бросать в лесу или на обочине дорог окурки. И помнить о правилах техники безопасности, находясь на дачных участках. Запрещено у нас сжигание ближе 50 метров от любых строений зданий. Также запрещено сжигание на территориях, относящихся к противопожарным разрывам между зданиями. Противопожарным разрывом называют расстояние между строениями, которое может предотвратить распространение огня и локализовать очаг возгорания в случае чрезвычайной ситуации. Особенно настоятельно подготовиться к пожароопасному периоду рекомендовано дачникам, чьи участки находятся рядом с лесными массивами. Необходимо очистить прилегающую территорию на расстоянии 10 метров от лесного участка, от сухой растительности, от валежника. Административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на дачных участках варьируется от полутора до трех тысяч рублей. Дарья Цапорыгина, Владимир Есеников, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Еще одна угроза, которую лучше не игнорировать, это клещи. Если вы еще не в курсе, за медицинской помощью после укусов клещей в Нижегородской области обратились уже десятки человек. Медики напоминают, что с приходом теплой погоды эти существа выходят на охоту. Поэтому при посещении лесов необходимо соблюдать меры защиты. Обязательно надевать главный убор и избегать участков с высокой травой. В общем, берегите себя и своих домашних питомцев. Самая благоприятная погода для пробуждения клещей – это стабильная температура воздуха около плюс 10 градусов и длинный световой день. Влажность окружающей среды – одно из главных условий начала жизнедеятельности паразитов – переносчиков опасных заболеваний. Вместе с теплой погодой наступает сезон пикников, долгих прогулок по лесу и загородных поездок. Поэтому не стоит забывать о простейших мерах безопасности, чтобы защитить себя и своих близких от укусов опасных паразитов. Для того, чтобы предотвратить присасывание клещей, во-первых, нужно правильно одеться. Одежда должна быть светлых тонов, по возможности, однотонная, чтобы можно было заметить клеща и вовремя стряхнуть его с одежды. Манжеты, брюк и рукавов должны быть плотно прижаты к телу, чтобы клещ не заполз. Спреи-репелленты также помогут отпугнуть от человека опасных насекомых. Пренебрежение мерами защиты грозит не просто укусом, а, возможно, тяжелыми заболеваниями – клещевым бролиозом и энцефалитом. И если в первом случае лечение проводят с помощью антибиотиков, и болезнь чаще всего заканчивается выздоровлением, то во втором случае все гораздо серьезнее. А вот клещевой энцефалит – это более опасное заболевание вирусной природы и, значит, может привести к инвалидности и даже к смертельным случаям. В нашем городе клещей на наличие антигенов не исследуют. Прием насекомых на такой анализ проводится в лаборатории особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области. Кстати, 1 мая в Нижегородской области начала работать горячая линия по профилактике клещевого энцефалита. Узнать о том, как защититься от клещей, что делать, если вас укусили, и задать другие интересующие вопросы можно по телефону 8 831 432 29 55. Горячая телефонная линия будет работать до 15 мая. В нескольких регионах России начали взимать курортный сбор. Соответствующий закон был принят Государственной Думой и подписан президентом летом 2017-го. Его начали взимать с 1 мая этого года. Что такое курортный сбор, сколько придется заплатить и куда поступят эти средства, выясняла наша съемочная группа. Курортный сбор представляет собой плату, которую нужно собирать с приезжающих в регион на отдых туристов. Максимальный размер ограничивается госорганами. Власти же региона, учитывая сезонность, могут самостоятельно устанавливать его размер на своей территории. От 10 до 50 рублей за сутки пребывания на каждого человека. То есть, если у нас, допустим, едет на 10 дней турист, соответственно, в какой-нибудь хороший вариант, то есть 500 рублей с человеку, едут три человека, то есть полторы тысячи надо будет заплатить. Курортный сбор появится в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Платить нужно каждому физлицу, которому исполнилось 18 лет, за исключением и льготных категорий граждан. При условии, что они проживали на территории региона более 24 часов. Эти средства предполагается направлять на спецсчета. Опять же, эти спецсчета просто так со спецсчета деньги не снять. То есть, я думаю, что в перспективе, если это будет работать, то это пойдет на развитие курортов. Сейчас курортный сбор есть во многих странах мира – Испании, Италии, Франции, Германии и многих других странах Европы, а также США. Право вызывать курортный сбор предоставлено любой гостинице, санаторию, хостелу, гостевому дому, кемпингу, оказывающему соответствующие услуги на легальной основе. В Европе это так. При выписке из гостиницы выставляют счет, и ты оплачиваешь этот сбор, который также идет на развитие туристической индустрии. Для жителей нашей страны курортный сбор тоже не новинка. С 1991-го он уже существовал в России. В середине 2000-х в рамках общего курса на резкое сокращение налогов для вывода бизнеса из тени от сбора отказались. Сейчас закон носит экспериментальный характер и будет реализовываться с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года. За это время можно будет оценить его эффективность. В Зимнем саду молодежного центра собрались будущие защитники Родины. Традиционный вечер солдатами не рождаются, посвятили тем, кто этой весной вступит в ряды вооруженных сил нашей страны. Юноша отправится служить на военно-морской флот, военно-космические силы, воздушно-десантные, ракетные и сухопутные войска. Подробнее о праздничном вечере расскажем в следующем репортаже. Перед началом праздничного концерта будущие защитники Родины смогли примерить на себя настоящий военный бронежилет и взять в руки макет боевого оружия. Выставку организовали активисты общественных ветеранских организаций, главная цель которых – военно-патриотическое воспитание. С детства мы должны приучать подрастающее поколение именно к любовь к Родине. А любовь к Родине – это что? Мы защищаем не только нашу Родину, но и свою семью. Впереди у будущих защитников Родины 12 месяцев службы, за время которых им предстоит освоить навыки боевых искусств, владение оружием и узнать другие тонкости военного дела. В этом году вооруженные силы России пополнят порядка 50 саровчан. Желаю вам, тем, кто идет в армию, служить достойно, представлять наш город, нашу область и стать настоящими мужчинами, защитниками Родины. Перед каждым юношей, решившим отдать долг Родине, неизбежно встает вопрос, куда пойти служить. На праздничном концерте солдатами не рождаются, ребята могли познакомиться с самыми популярными видами войск вооруженных сил России. А те, кто уже прошел непростой боевой путь, поделились своим опытом с подрастающим поколением. Делайте хорошие, добрые дела везде, где бы вы ни были. Именно добрые дела и позволяют нам выживать в наших трудных условиях. Вам счастья, добра, здоровья и не спокойной, а хорошей мужской службы. Перед гостями праздника выступили воспитанники творческих объединений молодежного центра, а все призывники по традиции получили памятные подарки. Дарья Цапорыгна, Владимир Есеников, Владимир Лисик, служба новостей Старов, 24. Вот кому я сейчас не завидую, так это выпускникам и их родителям. Что ни говори, а выбор вуза и попытка туда попасть в идеале на бюджет – это та еще не руотрепка. Вспоминаю май-июнь 2004 года и искренне радуюсь, что для меня все это уже позади. А для кого-то все только начинается. Например, для ребят, которые пришли на день открытых дверей в Саровский физико-технический институт. Он по традиции вновь распахнул свои двери для школьников и их родителей, причем не только из Сарова. 19 городов и поселков, 22 образовательных учреждений и более 300 участников. В этом году день открытых дверей Сарфти прошел с размахом. Познакомиться с нашим вузом впервые приехали старшеклассники из Пурда, Шекебора. И для начала всем гостям мы рассказали о том, как в Сарове появился вуз. В начале пути сюда призывалась молодежь из самых элитных вузов нашей страны. Это продолжалось достаточно долго. Но потом, естественно, правильно было сделано, что мы можем и в собственном городе готовить свои научные и технические кадры. И был организован Саровский физико-технический институт. Вуз был создан 66 лет назад приказом Иосифа Виссарионовича Сталина. Тогда обучение велось по трем направлениям подготовки. С 2001 по 2009 институт был самостоятельным отраслевым вузом Росатома. С 2009 года он стал филиалом НИЯУМИФИ. Саровский физико сегодня состоит из шести факультетов, более тысячи обучающихся, более трети обучающихся у нас иногородние ребята. Порядка 200 преподавателей обеспечивают образовательный процесс. Также на дне открытых дверей прошла торжественная церемония награждения призеров и лауреатов Всероссийских студенческих олимпиад. Ребята, которые в этот вечер вышли на сцену, в очередной раз доказали, что Саровский физтех действительно готовит хороших специалистов. Высокое качество образования. Нужно сказать, что в прошлом году по баллам вступительным ЕГЭ Саровский физико-технический институт опередил такие институты, как Нижегородский государственный университет и Нижегородский технический университет. Это о многом говорит. После выступлений первых лиц абитуриентам дали полную информацию о правилах и условиях приема в институт в предстоящем учебном году. А активисты Объединенного совета обучающихся рассказали о том, какими общественными, спортивными и творческими событиями будет наполнена студенческая жизнь, если они выберут Саровский вуз. 18 мая по всей стране пройдет акция на работу на велосипеде, которая призвана показать, что передвижение по городу на двухколесном транспорте по ежедневным делам может быть не менее легким и удобным, чем на автомобиле. В прошлом году акция прошла в 35 городах России и на этот раз добралась до нашего города. О том, что нужно сделать, чтобы стать ее частью, расскажем в следующем сюжете. Акция на работу на велосипеде – это не велопарад и массового старта участников не планируется. 18 мая всего лишь нужно будет скорректировать свой маршрут и по пути с работы или из магазина проехать по определенным местам города. Будут энерготочки, где мы для участников будем готовить какие-то скидки, конкурсы, призы с каким-то кодовым словом. Узнав об этой акции, Сергей Евстратов не раздумывая согласился на такой эксперимент. В теплое время года он передвигается по городу только на двух колесах. Когда ты катаешься на велике, ты чувствуешь такое вдохновение, от тебя обдувает ветерочек, ты едешь и кайфуешь просто, получаешь удовольствие. Акции на работу на велосипеде проходят по всей России и призваны мотивировать жителей нашей страны пользоваться самым экологичным видом транспорта. Ребята, присоединяйтесь к нам, это самое главное. Кататься на велосипедах – это отдельная история. Это не сравнимо ни с машинами, ни с чем другим. Это очень круто. Елена Грискова, Владимир Листик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Кататься на велосипеде. Мы хотим этот спорт вести в массы, чтобы молодежь увидела нас, смотивировалась, поставила себе цели и просто приходила к нам на тренировки, проявляла желание. Сейчас ребята стараются как можно чаще организовывать турниры по воркауту среди новичков, любителей и профессионалов. Денис Кулаков принимает участие почти во всех таких соревнованиях. Занимаюсь я воркаутом около трёх лет. Спорт для меня очень важен, потому что он развивает координацию и физическое развитие тела. Освоить силовые и акробатические элементы воркаута просто. Главное – регулярно посещать тренировки. Всех, кто хочет попробовать свои силы в этом уличном виде спорта, приглашают на занятия, которые проходят ежедневно с пяти до восьми вечера на спортплощадке жилого комплекса «Саровская ривьера» в районе поймы Регисатис. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». И в завершение небольшой анонс. Редакция нашего канала приглашает всех желающих принять участие в турнире по боулингу. О том, когда он пройдёт, куда писать желающим и кто может принять участие, расскажет мой коллега Кирилл Васенин. Канал «16» выступает за активный досуг на выходные. Если ты придерживаешься такого же мнения, то присоединяйся к нам. Мы решили, что лучшим способом провести субботу, 19 мая, будет участие в первом командном турнире по боулингу на кубок телекомпании «Канал «16»» в ресторане «Прайм». Ты спрашиваешь, как принять участие? Да нет ничего проще. Собери команду, в которой будет не меньше трёх, но и не больше пяти человек. Придумай крутое название и отправляй заявку в личных сообщениях в нашей группе в социальной сети ВКонтакте. Ах, да, участие примет всего 8 команд, так что поторопись. Выигрывает та команда, которая наберёт наибольшее количество игровых очков. Каким будет приз, узнаешь совсем скоро. А пока обзванивай всех своих друзей и собирай команду. Пограничений по возрасту, полу и даже физическому здоровью нет. Вход для болельщиков и фанатов свободный, и я не сказал самого главного. Участие для команд абсолютно бесплатное. А это уже сама по себе отличная новость. 19 мая встречаемся в Прайме и будем выяснять, кто круче играет в боулинг. Всё. Это были главные новости этой недели. Смотрите наши передачи на официальном канале в Ютубе. Также мы есть во всех крупных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбук. До скорой встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова